По цифровым технологиям, председатели секций Александр Ильич Кашкарев и Ирина Достантиновна Гурье. Поэтому поставить решение я не буду и остановлюсь лишь на некоторых положениях на основной части. Интуитивно ясно, что такое цифровая экономика, поэтому медвес я опускаю и далее привожу выдержки из некоторых очень важных документов, нормативных документов на эту тему. Думаю, что не все их внимательно прочли до сих пор, а зря с ними нам жить в настоящие годы, а может быть десятилетия, имея в виду нормативные документы, в том числе законы. Первое, что они могут нам дать? Нам, то есть, деинформационному сообществу, научному, образовательному, научно-образовательному. И второе, с чем, с каким багажом мы можем участвовать в этом процессе. Это даже ваше. Вот если посмотреть на программу нашей конференции, то мы увидим, что мы умеем все без нас, без геоинформатиков и картографов в этом деле не обойти. Ну и спасибо Оргумитету за приглашение выступить, перейдем к делу. Речь пойдет не о цифровой экономике вообще, а о российской программе перехода в цифровой экономике, то есть тотальной цифровизации всей общественной жизни. Вот такой лозунг был выдвинут полтора года назад в указе президента о стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 17-30 годы. Он датирован в мае 17-го года, а в след за ним через два месяца появился другой документ. Это программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Вот ее цифр. Сделать цифровые данные ключевым фактором развития общества, включая, как вы видите, и научно-образовательность общества. В след за программой появляется самый интересный для нас документ – это план реализации одного из направлений программы «Информационная инфраструктура». В нем есть раздел, адресованный уже нам всем. Ответственным исполнителям назначена куча организаций – это Минэкономразвитие и Роскосмос, также Ростелекома, Роскосмос, Московский государственный университет и МТИ «Айрон». План рассчитан на 4 года. Стартовал он в 2017 году и в 2020 году планируется его разрешение. Обратите внимание на выделенное борту. В нем упомянуты два вроде бы равнозначные и равносильные понятия – это простастые данные и данные дистанционного зонирования из космоса, причем первый является родовым по отношению ко второму. Почему? Это цитата из довольно свежего закона, федерального закона. Он определяет порядок формирования фронта данных дистанционного зондирования Земли из космоса и содержит вот такое странное утверждение. Ну, мягко говоря, странное утверждение, что, значит, данные ТЗЗ не являются пространственными данными. Все мероприятия плана в генерализованном виде сведены в блок-схему. Ну, это основные, конечно, мероприятия. Тут вместить многостраничный документ, причем изготовленный в виде таблиц. То есть шестлинг-генгер не представляется возможным, это 120 страниц. Здесь самое важное. Естественно, две линейки выделяются среди этих мероприятий, две группы. Одна из них – это сфера интересов космоса, справа. Вторая, более интересная нам, наверное, – это сфера интересов косвенестров. И вот следующий слайд. Нормался я на такую статью в «Желтой прессе» в журнале «Синьюз», где приводится такая странная сумма, почти 35 миллиардов рублей, которые будут потрачены на реализацию этой программы. Оказалось, что, ну, я исполнительно посчитал на калькуляторе, то оказалось, что сумма всего 35 с небольшим, опять-таки, в кавычках, миллиардов, это общие сократы, в основном, из госбюджета, а отнюдь не на распространении данных ДЗЗ, а вот «Синьюз» пишет. Вернемся к блок-схеме. Вот то, что я уже говорил, слева – это сфера интересов косвенестра. Колобой цвет здесь на схеме соответствует трём этапам. То есть у нас есть этап сбора и хранения данных, есть этап обработки данных и жёлтый – это обмен и распространение данных. Лексика этого документа весьма специфична. Это не утрено, потому что она наследует, собственно говоря, лексику и терминологию всем известного нам закона 431-го о геодезии фотографий и пространственных данных. И сам, собственно говоря, план мероприятий может рассматриваться как реализация этого закона. Ну вот в той части, в которой подведомственные, естественно, «Росвеезды» слева. Обратите ещё одно внимание, что ни в одном из этих документов, то есть ни в законе, ни в плане мероприятия, нет понятия инфраструктуру пространства данных. Вот, а терминологию чуть-чуть в состоянии эту проблему в конце. Вот. Дело в том, что и сам федеральный закон, и сам мероприятий, он же предполагает создание некоторых компонентов российской инфраструктуры пространственных данных, ИПТ. Вот. А слово такого чиновники почему-то то ли избегают, то ли боятся, во всяком случае, слово «инфраструктура» ни в законе, ни в плане мероприятий так и не прозвучало. Вот. Она заменена вот некоторым, как бы, длинным-длинным-длинным словосочетанием, которое, конечно, не является термином. Ну, ещё некоторые отступления от международной лексики здесь есть. Об этом я скажу в конце. Вот. Любопытная заявка. Потому что уже, собственно говоря, мероприятия идут и полным ходом, вернее, и должны идти полным ходом. Цена этого контракта – 27 миллионов рублей. Округлённо, как вы видите, 29-го числа октября должны быть подведены итоги, точнее, вскрытие конвертов, и определён победитель этого фокуса. А вот ещё два конкурса. Причём они не состоялись потому, что, собственно говоря, на рассмотрение не поступило ни одной заявки. Вот. Ни геопортал, ни на геопортал, ни на единоэлектронную картографическую основу. А сумма-то здесь не маленькая. Это 200 миллионов рублей каждый. Каждый. Каждый заявок. Это тоже информация, сказать, об закупках. Вот. Как мы видим, с одной стороны, вроде бы намечены совершенно чёткий план мероприятий, с другой стороны, ну нельзя же сделать геопортал, нельзя сделать единоэлектронную картографическую основу, вернее, геоинформационную систему для поддержки всего этого за полтора-три месяца. Федеральный портал красавских данных, вот это словосочетание, оно тоже сугубо российское. Потому что, вообще-то говоря, международной терминологией принято говорить геопортал. И, кстати, геопортал такой, российской ИПД, как он и назывался, национальный геопортал. Он просуществовал достаточно долго. Здесь и снимок, и приказ Росреестра о формировании этого геопортала. А сейчас речь о новом, как оказалось, и, как видно из сайта госзакупок, уже к апрелю следующего года он должен быть введен в эксплуатацию тестовую, опытную, а к концу девятнадцатого года уже к помощникам. Вот о терминологии все-таки еще раз. Она, конечно, не безупречна. Вот и новые нормативные документы, и правовые, и программа также по мероприятиям вносит в нее в терминологии информатики элементы хаоса, неопределенности. И ясно, что, вообще-то говоря, с терминологией информатики нам пора еще раз, в очередной раз разобраться. Я уже говорил, что термин ИПД и метроструктура пространственной недавно, собственно говоря, нет. Это раз. А в то же время, вот совсем недавно мы в институте географии готовили проект, отзыв на проект на первую редакцию двух стандартов. Это интересные стандарты из серии инфраструктуры пространственных данных. Вот так стандарты и называются. Ну, там, конечно, куча есть замечаний, но важно то, что... Вот, с одной стороны, что получается? Вот, у нас есть нормативно-правовая база, в виде того же федерального закона и подзаконного права. А с другой стороны, у нас есть нормативно-технические документы, к которым стандарты относятся. Со своей терминологией, причем, что интересно, пойдем дальше. Я решил сравнить, вот, как самый базовый, что ни на есть термин, понятие представлено в четырех наших российских стандартах. В трех уже существующих, действующих и в одном подготовленных. Мы видим, что это либо объекты реальности, либо и цифровые модели. И вот эта, как бы, линия зародилась достаточно давно и до сих пор непонятно, что с этим делать. Потому что в разных законах, в разных стандартах мы говорим совершенно разные вещи. Одно дело, это модель объекта реальности, ну, грубо говоря, местности, в другом понимании это его модель. Вот, кстати говоря, некоторые усилия принимаются. Здесь перечислены четыре словаря, которые, опять-таки, будут адресоваться и к терминологии информатики и картографии. Первый из них как раз был сделан в соответствии с планом мероприятий. А четвертый, вот, по имени в виду, это новое четвертое издание известного словаря. Его можно, кстати говоря, заказать через жирную географию. Спасибо за внимание. К сожалению, наверное, времени для вопросов не остается. Но, я думаю, то я как. А можно вопросы? А вот скажите, пожалуйста, мы знаем, что вы вообще классик терминологических систем в геоинформатике. А вот что бы вы сейчас предложили нашей картографической науке и геоинформатике? Какие действия, мероприятия? Поскольку рядом с вами сидит председатель комитета по геоинформатике, то есть по разработке стандартов. Все готовы, все прекрасно понимают, что это надо сделать. Вот ваше предложение. Ну, на самом деле, я думаю, несколько. В том же плане технического комитета по стандартизации 294-го, насколько я помню, намечено несколько мероприятий, которые как раз позволил бы несколько лучших ситуаций с нашей терминологией. Это первые. Первые – это многоязычные слова термином геоинформатики, которые ведет уже, не знаю, лет 15 технический комитет ИСО, номер 211-й. В этом плане это стоит, между прочим. Я, правда, не знаю, пишется там дело или нет. Затем предполагается, что старый стандарт, по-моему, 2006-го или 2005-го года геоинформационной системы и термины определения, его ожидается ревизия или пересмотр, как, наверное, там в Росстандарте принято говорить. Это два. Ну, на официальном уровне, наверное, и полуофициальном – это все. Я не говорю здесь о мелочах, о всяких новообразованиях, которые проникают в язык наш, в нашу терминологию буквально каждый день. Ну, вот мы слышали выступления представителей Кесли. Ну, вот, ладно, с тайгами мы как-то уже не привыкли к векторам, к векторам, к простралам. Но тут, в общем, ожидается, конечно, поток, поток, значит, геологизмов, которые нужно как-то переварить, усвоить либо отторгнуть. Ну, вот, два пункта. Ну, вот, два пункта. Ну, вот, два пункта. И сейчас в моей коробке слово для доклада Михаилу Юрьевичу Марвову. Это как раз Центр диадезии и картоферии МПД. Вот, пожалуйста, может быть, мы услышим кое-что в дополнении моему докладу и о терминологии, в частности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.